В последнее время я изучал труды индийского пилоса Попоша и нашел у него занимательную притчу, которая, как мне кажется, очень хорошим тезисом ляжет в наш процесс. У одного человека пропал топор, и он стал подозревать в краже соседского мальчика. Он посмотрел на его походку, это точно он украл топор. Все в его поведении, манерах, внешности показывало на то, что он украл. Спустя некоторое время человек, скапывая огород, нашел свой топор. На следующий день он снова увидел соседского мальчика, ничего в его поведении не говорило о том, что он украл топор. Сначала должны идти доказательства, а потом выводы. Но следователь, который арестовывал меня, сразу сообщил, что, как правило, по его статистике, в смерти жены виноват муж. А с учетом того, что я купил билеты на неделю в Крым, я точно похож на преступника. Люди часто делают выводы, а потом пытаются найти доказательства. Именно так и поступил Следственный комитет в моем случае. Обвинив меня в преступлении, но доказательств мы так и не увидели. Было и психологическое давление, и не только на меня, а также на моих друзей, которым рекомендовали не давать никаких показаний. И на месте прокуратуры, видя, как это плохо сшитое дело в суде разваливается, я бы сделал красивый жест, снял бы обвинение, но нет. Система не умеет признавать в своих ошибках. Надеюсь на вашу мудрость, в вашу честь. Прокуратура, к счастью, не занимается выполнением каких-то красивых жестов, а свою позицию снова исключительно доказательств. Сухих, но факт. Спасибо. Хоть бы раз, раз ты этого не делал, взялся бы за керетку и сказал, «Найдите убийцу моей жены, ты ведь так ее любил». Хорошо.